Это новости пятницы в прямом эфире репортера. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Вечером в пятницу на перекрестке проспекта Шевченко с Шампанским переулком произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Opel Vectra. От удара мотоцикл отбросило на тротуар и, по словам очевидцев, он травмировал парня. Известно, что в результате аварии 25-летняя девушка-мотоциклист получила различные травмы и была доставлена в еврейскую больницу. Подробности этого ДТП сейчас выясняются. Тем временем правоохранители задержали мужчин, избивших Светлану под палой. Уже проведены опознания и следственный эксперимент. Правоохранители утверждают, что указанные люди были на камерах видеонаблюдения. Следствие выяснило, нападение на Светлану не связано с ее общественной деятельностью. Личность заказчика также установлена, но правоохранители пока не называют его имени. 24 июня в Одессе избили активистку Светлану под палой. Двое мужчин напали на нее возле дома, брызнули газовым баллоном в лицо и избили. Правоохранители задержали ранее судимого 24-летнего иностранца за разбойное нападение на студента. Пострадавший обратился в отделение полиции и сообщил, что на улицу к нему подошел человек и, угрожая ножом, забрал мобильный телефон. Злоумышленника оперативно задержали. Во время досудебного расследования выяснилось, что он причастен к совершению ряда других преступлений на территории города. Своей вины иностранец не отрицает, утверждает, что пошел на преступление ради своей семьи. Я совершал ряд грабежей, вырывая у одесситов с рук телефона и потом продавала их для обеспечения своей семьи. В этом месяце на улице Калантаевской я заметил у мужчины в руке телефон. Так само, вырвав ему телефон с руки, я угрожал ему ножом, чтобы он дал мне спокойно уйти. Правоохранители призывают граждан обратить особое внимание на преступника с целью проверки его причастности к совершению других преступлений. В случае наличия любой информации обращаться по телефону 779-49-66 или по спецлинии 102. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по указанному делу сотрудниками сектора криминальной полиции Портофранковского отдела полиции был изобличен 24-летний гражданин иностранного государства. Также в ходе досудебного следствия установлена причастность у каждого мужчины к совершению ряда уличных преступлений в виде грабежей и разбойных нападений на территории Приморского района города Одессы. В настоящий момент сотрудниками Портофранковского отдела полиции в рамках криминального производства, открытого по статье 187-й «Разбойное нападение» Уголовного кодекса Украины проводится ряд процессуальных действий. И продолжается реставрация архитектурного ансамбля Воронцовского дворца. Бельведер, известный как Воронцовская колоннада, готовят к консервации на зиму. Часть работ, возможно, будут проводить и в период холодов. Наша подредная организация готовится к тому, чтобы встретить осенний-зимний период в том состоянии, чтобы осадки не влияли на результаты производства работ, которые уже сейчас есть. Для этого по конструкции, изначальное предназначение которой было удержать колонны в пространстве без изменения при производстве работ, металлическая конструкция, которую вы видите сейчас там на месте, она будет обшита строительным брезентом. В результате мы получим с вами некий саркофаг, который защитит колоннаду полностью от попадания снега и влаги на те поверхности, которые на данный момент вскрыты. Сроки окончания работ пока неизвестны. Недавно обнаружили проблемы с фундаментом, поэтому реставрация затягивается. Необходимо подобрать материалы, говорят строители. Необходимо начать какие-то конкретные сегодня сроки категорически нельзя. Мы еще не знаем, на что еще надо. Даже при выполнении работ по гидроизоляции на Уранцовском 20-е, тоже открыты весьма любопытные вещи, о которых тоже нужно думать. Пока еще даже не понятно, как принимать решение. Когда мы начали работы по гидроизоляции фундамента, выяснилось, что фундамент находится не на той отметке, на которой мы планировали. Было принято решение продолжить раскопки. В свою очередь главный архитектор проекта реставрации колоннады Анатолий Изотов отметил, что темп работ, который проводится на этом объекте, позволяет рассчитывать на их полное окончание уже в следующем году. Нанесен стартовый слой на колонны, им придан конус, который соответствует историческому, он был вычислен в процессе исследований. И уже отделочные работы будут начаты в следующем году по этому объекту. Вся документация уже на сегодняшний день имеется, задачи ясны, цели понятны, поэтому темп работы теперь будет только ускоряться, особенно учитывая, что конструктивная часть объекта частично усилена и последняя работа будет произведена. В следующем году этот объект может вполне спокойно быть сдан. Пенсионная реформа в действии. В октябре пенсии украинцев выросли в среднем на 700 гривен. Осовременивание выплат предполагает переиндексацию пенсии. При начислении надбавок в формуле учитывался трудовой стаж и год выхода на пенсию, поэтому сумма надбавок составила в среднем от 70 до 2000 гривен. Однако размеры специальных пенсий остались прежними. Если человек действительно получал заработную плату в несколько раз выше, чем средняя зарплата по стране, естественно, у него и ощутимое повышение. Если это была заработная плата до боли скромная, то, естественно, у него и отчисления в пенсионный фонд в свое время были скромные, и, естественно, и повышение маленькое, и пенсия у него маленькая. В нашем районе центрально объединенное управление, я могу сказать только про нас. Вот у нас на выплату пенсии было необходимо, мы тратили 103 миллиона, а сейчас 139 миллионов. То есть цифра ощутимая. И в Одессе проверяют пожарные гидранты. Спасатели начали масштабную проверку во всех районах города. Всего в Одессе свыше 2000 пожарных гидрантов неисправными остаются около 10%. В ближайшее время поломки будут устранены. Мы вбиваем график, целый график идет общий на город. Потом, наверное, на водоканал, вот, и они там уже выбирают природу, отправляют на тот или иной адрес, вот, и они это устраняют в полиплатку. Три тонны продуктов питания в качестве гуманитарного груза передала вьетнамская община Одессы представителям международной организации «Красный крест». Десятки блоков с мукой, растительным маслом, сахаром и крупами сотрудники обещают в ближайшее время распределить среди своих подопечных. Все будет доставлено именно тем людям, социально незащищенным, которые нуждаются в этой помощи. Это инвалиды, это многодетные, это пенсионеры и так далее. Вам большое-большое спасибо за это. Вьетнамская община Одессы также не забывает о попавших в беду на своей родине. У нас в Вьетнам очень бывают стихи бедствия, поэтому и сейчас вы слышали, что 80 человек погиб от наводнения подобных. И ребята собирают помощь посылать своим отечественникам в Вьетнам. И эти акции, ребята, регулярно, несколько раз в год, постоянно. Мы считаем, что это очень хорошо для нас и для нашего молодого поколения, как воспитание. Вьетнамская община уверяет, что помощь и поддержка проектов Красного Креста с их стороны продолжится. И вскоре еще одна партия гуманитарной помощи будет передана организации. Одесса занимает первое место в Украине по заболеваемости раком молочной железы. На 100 тысяч жителей приходится 82 случая заболевания. В целом же по Украине эта цифра составляет 63 случая на 100 тысяч жителей. Также выросло количество женщин до 45 лет с заболеваниями, провоцирующими возникновение опухоли. На Украине мы занимаем одно из лидирующих мест в мире. А именно Одесса занимает первое место на Украине по заболеваемости раком молочной железы. Если, например, по Украине заболеваемость раком молочной железы на 100 тысяч, на 100 тысяч составляет 63 единицы, ну это 63 случая. По Украине, по Одессе она 73, то по Одессе она вот по показаниям 82. В обязательном порядке, по нашему законодательству, женщины старше 45 лет, должна каждая женщина раз в два года проводить и делать маммографию. Раз в два года. А если есть какая-то патология, тогда уже, конечно, по показаниям. Спектакль «Грек Зорба» впервые на сцене Одесского оперного театра можно будет увидеть 29 октября. Показ балета посвящен греческому национальному празднику Дню Оксии, напоминанию об отклонении ультиматума от Италии в октябре 40-го года, которое привело к оккупации Греции. Танец Зорбы, Сиртаки олицетворяет символ жизнерадостности. Специально для показа Одессу посетят около 200 артистов. Золотой состав Киевского национального театра оперы и балета в Украине. Постановку представили еще 10 лет назад. Так как замысливался спектакль балетмейстером-постановщиком Лоркой Мясиным, и так как он был задуман при постановке, а затем при постановке уже в национальной опере, и был сдан его персональный выбор в адрес следующих артистов. Джон Недок, такой наш артист, мастер сцены, одессит по рождению здесь его семья, поэтому для него очень приятен этот приезд. Заслуженный артист Украины. Марина, народная артистка Украины, известная балерина во всем мире Елена Филипьева. И в Одессе пройдет фестиваль культуры языков иврита и идиша. Начнется он в воскресенье церемонии открытия мемориальной доски еврейскому поэту и публицисту Саулу Черняховскому. Затем продолжится рядом тематических выставок, лекций, мастер-классов, театральных постановок и кинопоказов. Главным событием фестиваля станет открытие в понедельник памятника классику еврейской литературы писателю Менделе Мойхерсфориму на Втором христианском кладбище. Менделе Мойхерсфорима называли дедушкой еврейской литературы. Он умер сто лет тому назад. И в Одессе говорили, что Октябрьскую революцию не заметили, потому что в эти дни умер Менделе Мойхерсфорим. Писали в основном о его смерти. О нем говорили, что он совершил чудо. Он, когда развежались небеса, смог сосватить два языка. Именно он придал пластичность иврита литературе на идиш, и он же наделил иврит живучестью идиша. Удар по культуре и языку нанес не государство Израиль, которое было основано в 1948 году, а Вторая мировая война и нацистский режим, который уничтожил 6 миллионов носителей этой культуры и этого языка. И поэтому ушел просто пласт культурный, исторический. Люди, которые могли бы этот язык передать дальше. Это было большим ударом. В стране Израиль официальный язык иврит. Это язык нашей страны. При этом на идиши у нас есть театр идиша, и есть курсы языка идиш в университетах. И в последнее время молодежь стала проявлять интерес, то есть это поощряется, потому что пытаются, потому что понимают. Сегодня, когда государство уже крепко стоит на ногах, уверенно в своей культуре, они оценивают и осознают, что есть богатое наследие культуры идиш, которое нужно сохранить. И о спорте. Одесские борцы привезли три медали с чемпионата мира по пляжной борьбе в Турции. В новом для себя виде спорта представители нашего региона сумели отметиться золотом, серебром и бронзой. Подробности знает Дмитрий Богомолов. Бороться на песке сложнее, признаются триумфаторы чемпионата мира в Турции. Одесские вольники из спортивного клуба «Мангуст» более чем успешно дебютировали в новом для себя виде спорта. Единственное золото сборной Украины принес спортсмен из Болграда Семен Радулов. В его весовой категории до 70 килограммов выступало 20 борцов. Радулов выиграл четыре схватки. В финале он оказался сильнее действующего чемпиона мира иранца Мохаммеда Надыри. На песке оно намного тяжелее бороться, чем на ковре. Нога не так устойчива, не так легко провести прием. Не бросишь так легко, не пройдешь или не забежишь, как на ковре. Она на сегодняшний день очень публичная, очень яркая борьба. Еще две медали нашей сборной принесли Андрей Галета и Магомед Закариев. При этом спортсмены сошлись в очном противостоянии в полуфинале весовой категории 80+. Дальше прошел Галета, а Закариев уверенно выиграл бронзу в схватке с турком Юнусом Эмре Яманом 4-0. Там ничего такого нового не было. Тоже самая борьба одна-торая организация проводила, просто единственное, что на песке. Немного непривычно было, но проходила. На хорошем уровне прошла чемпионат мира, прошел бронзовую медаль. Первую схватку я выиграл у россиянина, якута. Довольно-таки легко вторую я оступился немного, опыта не хватило. Третью схватку уже разборолся, уже прочувствовал песок и легко выиграл у местного спортсмена турка. Немного не хватило для второго украинского золота Андрею Галете. В решающем бою он немного уступил другому турку Эрхану Яйлачи 2-3. Самое сложное, привыкнуть к условиям, это борьба на песке. То есть для нас это чуть-чуть новый стиль, потому что мы сами вольники. Но для нас было облегчение в правилах, потому что там в правилах они были приближены к нашему стилю больше. В финальной схватке я боролся с представителем Турции, настраивался на победу. Есть свои моменты, есть недоработки, которые выскочили. Мы уже пересмотрели схватку мою и уже будем дальше делать выводы и готовиться над ошибками работать. Еще одним представителем нашего региона на берегах Босфора стал Иван Чифрикли, весит до 70 кило. Результат молодого одессита – седьмое место, что также является высоким показателем. В субботу в 18.00, как всегда, смотрите итоги уходящей недели на репортере. Не пропустите, увидимся совсем скоро. Счастливо!